Людей, которые редко болеют в сезон простуд, можно назвать счастливчиками. У них достаточно крепкий иммунитет. Они остаются на ногах даже тогда, когда другие отлеживаются с температурой. Как же повысить свой иммунитет, чтобы не подхватить инфекцию? Баней и ладугой. Гуляем в парке, катаемся на велосипеде. Спорт, бассейн и работа на свежем воздухе. Гуляем по парку. Вась, ну говори, что еще делаем? Соки пьем. Соки пьем? Свежего же ты, да. Мы орешки кушаем грецкие. Потом какие мы орешки берем? Кешью берем. Так что мы укрепляем. И еще самое главное, в голову все ничего не берем. Врачи считают, что повысить иммунитет в домашних условиях могут помочь некоторые изменения в рационе питания и образе жизни. Это позволит укрепить естественные защитные силы нашего организма и помочь нам бороться с вредными патогенами и болезнетворными микроорганизмами. Не стоит принимать сразу кидаться в витаминные комплексы, препараты, иммуномодуляторы. Надо для начала, конечно, как говорится, здоровое тело иметь. Здоровое тело – это хороший иммунитет. А для того, чтобы был хороший иммунитет, это правильная организация режима дня, труда и отдыха. Также медики напоминают, что важно предоставить себе отдых и не забывать про полноценный сон. Недосып очень отражается на состоянии иммунитета. Нужно пересмотреть свои привычки в питании. Чтобы повысить свой иммунитет, принимать достаточное количество белков, жиров, углеводов. Питание должно быть достаточно калорийным для соответствующего возраста и соответствующей комплектации человеческого организма. Потому что никаких сейчас радикальных диет не должно быть. Особенно белковая пища, потому что из белков состоят наши и гормоны, и наши ферменты, в том числе и лизоцин, то есть ферменты местной защиты, иммуноглобулин – это все тоже белки. Укрепляют иммунитеты прогулки на свежем воздухе. Чтобы они пошли на пользу, нужно подумать об удобной убуви и одежде. Физические упражнения также способствуют укреплению нашего иммунитета. Даже обыкновенная ходьба не отнимает много сил, а эффект от нее все равно будет заметен. Есть и другие простые методы, которые помогут оставаться здоровым в сезон простуд. Наши слизистые верхних дыхательных путей у нас содержат местные факторы защиты, в том числе и лизоцин, интерфероны. И они существуют и могут функционировать только во влажной среде. А вот в условиях, когда уже холода, воздух пересыхает, дают еще отопление, и совсем у нас в носу, как говорится, начинается засуха и пустыня. Поэтому мы должны орошать наш слизистый верхний дыхательный, хоть и можно изотоническим раствором. По составу блезок плазмы крови, поэтому никогда не пересушит. Ну и это как плюс еще и вымывает количество вирусов, которые бактерии могли насесть на наши слизистые оболочки. Укрепить иммунитет можно, банально проветривая помещение, убеждены врачи. Делать это необходимо не менее четырех раз в день, хотя бы по 15-20 минут. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».